Всем привет! Это Максим Малецкий, ваш гид по Риму. И сегодня я вам расскажу, какие 10 самых ужасных ошибок нельзя совершать в Италии за столом. Окей, правило номер один. Ничего соленого на завтрак. То есть никакой овсяной каши, никаких жареных яичниц, никаких беконов и так далее, так далее. Итальянцы завтракают очень просто и всегда с чем-то сладким. У них обычно просто молоко, в которое не кладут печенька, капучино, которое тоже молочное с пеной, или кафелатте, например. Но если вы на завтрак в Италии закажете какие-нибудь салаты, что-нибудь жареное такое, что-нибудь тяжелое, они от вас просто отвернутся. Это для итальянцев совершенно ненатурально. Они завтракают очень-очень-очень просто. Правило номер два. Никаких коктейлей, кофе или сока во время обеда или ужина. Когда вы обедаете, вы заказываете бокал вина, стакан воды, может быть пиво, но никак не коктейли, типа пинеквалада, или может быть, как часто делают кофе-американо вместе с пиццей-маргаритой, или иногда заказывают, например, сок, как бы считая, что, ну, если там детям вино как бы нельзя, тогда детям дадим сок. Так вот эти вот напитки, сок, коктейли и кофе, итальянцы на столе с обедом или с ужином совершенно не воспринимают. Во многих ресторанах вам даже не найдут просто сок, у них не будет его. Зато у них всегда есть кока-кола. И вот это они считают нормальным. Правило номер три. Суп летом. Суп – это горячее блюдо. От него становится жарко. Его обычно суп едят, когда действительно хочется что-то горяченького и жильенького. И у итальянцев это никогда не ассоциируется с 40-градусной жарой в течение летнего буднего дня. Очень часто суп на самом деле не присутствует в меню у итальянцев. Во многих итальянских ресторанах меню, оно сезонное. За зимой у них может быть один, два, три разновидности супа. Там менестроны, например, и так далее. А вот летом у них суп исчезает из меню. Они его просто не готовят, потому что типично итальянцы никогда ему не заказывают. В некоторых туристических районах Рима, где много туристов, суп вы найдете. Но обычно этого не будет. Я думаю, что если летом, в августе вы будете сидеть за столом в итальянском ресторане, у вас будет на столе суп, то все люди вокруг вас просто будут фотографировать. Правило номер 4. Капучино после обеда. Никогда, ни за что в жизни, ни под каким предлогом не заказывайте после вашего обеда капучино. Или после ужина тем более. То есть, если вам хочется кофе, после того, как вы плотненько, сытненько поели, вы заказываете эспрессо или просто называете его кофе. Если вы закажете капучино, оно же очень плотное, оно же тяжелое для желудка. И вот после того, как вы съели там первого, второго, итальянцы едят достаточно довольно-таки много. И утопить это все в пене капучино считается очень-очень-очень неприличным и очень плохим тоном. Поэтому даже если некоторые рестораны понимают, что турист этого не знает, и принесут вам все-таки капучино, это будет выглядеть ужасно. 5. Посыпать пармезаном пасту или спагетти с морепродуктами. То есть, если у вас паста, в которой находится что-то морское, то, что плавало, это не посыпается сыром или пармезаном. Это не принято здесь. Но паста, которая, например, как рагу, там, болонезе или карбонара, к ней, да, идет сыр или пармезан, или, может быть, пекорино римский. Каждый подходит к своему, но никогда не посыпается сыром паста с морепродуктами. Это считается очень плохим тоном и даже неуважение к кухне. 6. Правило – это не обедать после 15.00. Обычно у итальянцев очень четкое расписание в еде. То есть, они обедают всегда от 12.30 до 14.30. Но чаще всего в ресторан приходят люди именно в 13.30. То есть, если вы даже встанете перед рестораном и подождете, когда люди будут заходить в ресторан, вы увидите, что в 13.20 еще не очень много людей, в 13.40 уже очередь стоит. То есть, 13.30 – это время, когда все приходят. Иногда у кого-то не получается прийти в 13.30, они приходят в 14.00. Иногда кто-то не успевает в 14.30. Но если ты уже даже до 15.00 не успел, все, ты пропустил свой обед. Ты не обедаешь. Ты можешь съесть какой-нибудь там сангвич или, может быть, какой-нибудь тост, чтобы дождаться ужина. Прийти в 16.00, например, в 17.00 и попросить какое-нибудь блюдо, пасту и так далее, можно только в туристических ресторанах, где просто они не закрываются и всегда ждут своих туристов. Например, часто это возле музея Ватикана, так как туристы выходят из музеев, и как раз они не успели к 15.00, они сразу же прыгают в ресторан. И там для них готовы, их ждут. Но, естественно, это не самая качественная кухня. Правило номер 7. Ужинать после 18.00 вредно. Это неправда. Итальянцы в 18.00, у них только оператив. Они ужинают в 20.00, 20.30, в 21.00. И чем южнее в Италии, тем позже у них начинается ужин. Может быть, где-то в Милане, в Турине они ужинают в 19.00. Но обычно в Риме время ужина это 20.00, 20.30. Так что многие рестораны еще закрыты в 6.00. Некоторые открываются только в 7.00, в 7.30 и так далее. То есть, если вы захотели поужинать в 18.00, так как считаете, что это нормальный образ жизни, официанты очень удивятся. Правило номер 8. Не заказывайте салат к пасте. То есть, салат – это отдельное блюдо. Оно идет вначале как стартер, как антипасту, как называется, или может быть сопровождать второе блюдо. Но паста никогда не сопровождается салатом. То есть, очень часто я вижу, когда берут, заказывают, например, спагетти, карбонары, и потом к нему добавляют салат. Еще иногда добавляют в одну и ту же тарелку. Это совершенно неприлично. Виталий видит что-то зеленое на этой пасте. Для них это ужас, это шок. У итальянцев это может даже вызвать какой-то работный рефлекс. Правило номер 9. Десерт заказывайте в конце трапезы. То есть, когда вы заказываете ваш ужин, вы заказываете антипасти, стартеры, первое блюдо, второе блюдо, напитки. И все. Когда вам это все принесли, вы это все съели, у вас забрали все со стола, и тогда вам они сами предлагают, хотите десерт? И вы говорите, да, дайте мне меню, что на десерт. Или вы уже подумали заранее, может быть, вы уже посмотрели в меню, и уже знаете, что ему сказать. Но это считается как-то неприлично и неуместно заказывать первое блюдо, например, пасту, мясо, и еще указать, какой десерт будешь после всего этого. Десерт идет в конце, и лучше всего сопровождается с кофе или лимачелло. И последнее правило, наверное, даже самое важное. 10. Никогда не спешите в ресторане. Если вы пришли пообеду или поужину, вы знаете, что это затянется на час, на полтора, иногда и дольше. Потому что итальянцы не спешат. Ты пришел, тебя посадили, и то, может быть, не сразу. Тебе принесли меню, ушли. Ты открыл меню, полистал, подумал, пообщался, отложил. И тебя заметят, придут, возьмут, примут заказ. Могут идти на кухню, спросить шефа, можно ли это сделать, нельзя ли это сделать. И потом будут носить закуски, потом будут носить перо, потом будут носить второе, десерты и так далее. Потом вы будете просить счет. Он принесет счет через еще 10-15 минут. И это все действительно очень долго. То есть спешить в ресторане, торопить официантов. Требует, чтобы они быстрее что-то принесли, чтобы они быстрее счет принесли. Это считается неправильным. Это даже как-то неуважительно к ним. Они могут подумать, что вам не понравилось то, что вы едите, что вам не понравилось обслуживание, и пытаетесь просто сбежать. Так что выделите ваше время на обед или на ужин. И никуда не спешите. С вами был Максим Олецкий, ваш Гид по Риму. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мои экскурсии. А если вы ищете ресторан в Риме, где можно вкусно покушать, смотрите мое следующее видео. Оно уже на ваших экранах. До встречи в Риме. Риме.